В третьем часу ночи под окнами торгового центра Сингапур двое неизвестных взломали продуктовый киоск, стоящий на автобусной остановке. Павильон на ночь закрывается. Внимание бдительной горожанки, живущей в доме напротив, привлек грохот, с которым преступники сорвали с двери рольставни. Женщина выглянула в окно и увидела, как двое молодых людей что-то вынесли из киоска, притворили дверь и побежали прочь. Они что, открыли? Что-то вынесли. Один здесь стоял, дверь вот так придерживала, второй мелкий вышел. Что-то у него в руках было, но немного. То есть он не так охапка выносил, а вот что-то чуть-чуть. О случившемся хабаровчанка немедленно сообщила полицейским, а те уже уведомили и хозяйку павильона. Выяснилось, что налетчики сюда приходят не впервые. Месяц назад холодильник на улице воровали. Там стоит холодильник, пепси, целый тампон, все. Дошили, я убрал холодильник, потому что уже третий раз холодильник воровали. Хозяйка небольшого бизнеса подсчитала, что установить рольставни и подключить сигнализацию выгоднее, чем каждый раз возмещать ущерб от налетов. Вот только заключить договор с охранной фирмой женщина еще не успела. А металлические жалюзи оказались фантомной надежной защитой. В этот раз, похоже, в ларек наведались подростки. Весомый товар не пропал, а больших денег в магазине на ночь продавцы никогда не оставляют. Максимум одну-две сотни рублей. Разменной монетой. С места происшествия Денис Коршунов, Евгения Куликова и Павел Рогатин.